Сегодня мы идем в дом-музей академика Сергея Павловича Королева. Двухэтажный особняк, окруженный садом, был подарен Королеву советским правительством за создание и успешный запуск 4 октября 1957 года, первого в мире искусственного спутника Земли. За современной оградой мы видим беседку Королева. Это уже новая ограда. Изначально она была такая. Никто не мог подглядывать за жизнью инженера. Королев прожил в этом доме с 1959 по 1966 год. Это были годы титанического труда легендарного конструктора космических кораблей. У входа скамейка, на которой сидел Королев. Сохранилась и скамейка в саду. Она стоит перед деревом, на котором Королев повесил подкову. Нужно загадать желание и дотронуться до подковы. На этом огороженном участке Сергей Павлович выращивал овощи. Через черный вход мы зашли в подвал. Раньше его использовали по прямому назначению, а теперь здесь экспозиция, рассказывающая о великом конструкторе. Вот карандашница, сделанная Королевым из корпуса гранаты. А вот пенал, которым он пользовался в строй-профшколе в Одессе в начале 1920-х годов. Тетради по прикладной математике студента второго курса Киевского политехнического института Сергея Королева. Варежка, которой он пользовался на полигоне Капустин-Яр и космодроме Байконур. Настольный телефон из дома Королева. Печатная портативная машинка. Журнал «Огонек» от 2 января 1977 года. Вот главный вход. В просторной прихожей установлена копия скульптуры к звездам. Оригинал находится в Екатерининском парке. Здесь гардеробная с личными вещами Королева и его супруги Нины Ивановны. Проходим в гостиную, в которой побывало очень много известных людей. Между прихожей и гостиной стеклянная перегородка со скульптурами. Из гостиной попадаем в столовую. В столовой замечательная немецкая горка с коллекцией фарфора. На горке хрустальная ваза в виде корзинки. У окна цветы на жординьерках. Дом почти полностью сохранил свой облик. В гостиной и столовой одинаковые хрустальные люстры. В углу радиола – это подарок генерала Андрея Соколова, привезенной из Германии, где они работали в 40-х годах. Живопись в столовую Королев выбирал сам. И сам же вешал картины на стены. Довольно симпатичный русский пейзаж с березками. В углу замечательный торшер. Сохранились выключатели того времени, но они уже не функционируют. Рядом кнопка сигнализации. Дом и участок круглосуточно охранялись. Вернемся в гостиную. Гостиной украшает замечательный отделанный розовым мрамором камин. Здесь диванная группа. Небольшой кругложурнальный столик с журналами «Наука и жизнь» и «Огонек». Комната очень светлая. Из техники того времени можно отметить телевизор «Рубин-202». В камине предусмотрено место для хранения дров, а над ним расположены полочки. Здесь стоит кинопроектор «Украина-4». Часы, которые показывают время смерти Королева. Фортепиано, на котором часто играла Нина Королева. На фортепиано еще одни часы, которые тоже показывают время смерти Королева. Из столовой проходим по коридору. Здесь известный холодильник тех времен, табуретка с выемкой на сиденье и кухонный гарнитур. Заходим на кухню, на которой Сергей Павлович очень любил завтракать и ужинать. Здесь плита, двойная мойка, буфет. Эти боковые полки на плите складываются. В углу еще один холодильник. А здесь сейчас служебное помещение. На кухне такой светильник. На кухне все самое необходимое. Создается впечатление, что хозяева только что позавтракали. В стеклянной перегородке находится фарфоровая скульптура. Она между двух стекол. Ее невозможно случайно задеть или разбить. По-моему, очень хорошая идея. И в помещении светло. Возвращаемся в прихожую. Рядом со скульптурой стоит телефон. По этой лестнице поднимемся на второй этаж. Холл второго этажа занимает библиотека художественной литературы. Из более чем двух тысяч книг. Стеллажи расположены в два ряда. Заходим в кабинет. В центре массивный деревянный стол. Слева от входа продолжение библиотеки. Книги лежат на столах. В кабинете Королев принимал посетителей. Это замечательный стол-бюро, крышка которого закрывается. За столом тоже книжные полки. Кабинет очень светлый. На полу гантели, которыми пользовался Королев после подрыва здоровья. В ссылке на Мальдяк. Заглянем в спальню. В углу туалетный столик трюмо, кресло-качалка. Здесь шкаф для одежды. Отсюда можно было выйти на большую террасу. Именно жена Королева Нина Ивановна обратилась к советским властям с просьбой организовать в доме мемориальный музей. Открытие состоялось 1 августа 1975 года. Вдова Королева была единственным фондообразователем. Завещала музею около 19 тысяч подлинных экспонатов. Рядом со спальней комната Нины Ивановны. Здесь массивный шкаф с зеркалом. Ее рабочий секретер сейчас закрыт. А вот ванная комната. Ванные комнаты редко оставляют экспозиционными. Недавно мы с вами видели ванную комнату в музее Улановой. Эта ванная комната очень современна для того времени. По просьбе Нины Королевой здесь было установлено беды. В те времена советские люди слабо представляли себе, что это такое и как этим пользоваться. А вот такие крючки вспомнят многие. Эта лестница ведет на чердак. В холле – карта формации рельефа Луны. Здание очень интересное. Является примером советского функционализма. Сергей Павлович любил московский дом, несмотря на частые командировки на космодром Байконур. Продолжение следует... Продолжение следует...